В Салемальском рыбозаводе наступили тревожные времена. 96 человек, из которых чуть больше 80 – рыбаки, продолжатели династии, могут остаться без работы. Когда-то давно, еще под именем Пуйковского, рыбозавод гремел на всю округу своими ударными результатами. Сегодня предприятие погрязло в долгах, да и дела с выловом рыбы идут весьма туго. Вылавливается более дешевая рыба, дорода и нет. При этом, как результат, это снижение выручки ваших доходов. То есть это говорит о том, что это неправильное планирование, во-первых, объема видового состава. То есть ежегодно, из года в год, мы рекомендуем предприятию все-таки пересмотреть видовой состав вылова. Например, по ковришке вы ежегодно ставите 50-30 тонн, по факту вылавливается 3-5. Что сказывается, еще раз повторюсь, на снижение выручки. Чтобы помочь предприятию остаться на плаву в поселок, прибыла делегация специалистов из Ярсали с анализом деятельности завода за несколько последних лет. Против фактов не попрешь. Завышенные расходы предприятия не соотносятся с доходами. Рыбаки тяжело справляются с выполнением годового плана, хотя каждый из них должен сдавать 10 тонн рыбы по итогам рабочего сезона. Но на такой неутешительный результат есть свои причины. Изношен флот. Проблем-то, конечно, много было. Ну, потягоньку решаются с полоскотами. Да, самое главное, вот это вот, когда рыба поднимается, рыбу, как в прошлом году весной, рыбу поднялась по 250, день сдавали. А она уже пока эта вся прошла. Вот поэтому потеряли все. Вот белые щекурум только. Ее вроде как бы закрывают, но головить нельзя. Каждым годом срезают, чуть-чуть ниже, ниже. А вот на одной черной, конечно, не поднимешься. Она стоит копейки. Рыбаку приходится везти рыбу, во-первых, издалека, с разных точек. Это одно. А второе, то, что и объем рыбак, если может поймать в день, 2 тонны рыбы, а у него только могут принять на плашкоуте до 250-300 тонн, ой, 300 килограмм. То есть он ограничен. Плашкоуты больше 4-5 тонн могут только принять рыбы. Старенькие залатанные бударки, требующие ремонта плашкоуты, не способные принимать те объемы рыбы, которые готовы выловить рыбаки. Да и добывая только черную, дешевую рыбу, много не заработаешь. И пусть из районного бюджета каждый год поступает финансовая и имущественная помощь, это уже не спасет положение солемальского рыбозавода, который вплотную подошел к банкротству. Чтобы не оставить около сотни солемальцев без работы, им предложили провести реорганизацию предприятия из муниципального в общество с ограниченной ответственностью. Это сохранение рабочих мест дальнейшее, это сохранение заработной платы, социальных гарантий. И в ваших трудовых книжках, извините, будет значиться не сотрудник МП, муниципального предприятия солемальский рыбозавод, а сотрудник общества с ограниченной ответственностью солемальский рыбозавод. Все. Понимаете? То есть самое главное, сохраняется стаж и все социальные гарантии. Есть сегодня постановление правительства о том, чтобы до 2021 года предприятие с государственным имуществом максимально привести к новым формам, более эффективным. И сегодня мы в такой реорганизации наших муниципальных предприятий занялись, где совсем было очень все плохо. Там ликвидация предприятий. Но мы постарались, конечно, максимально самортизировать и всех туда устроить. Но здесь, я думаю, есть еще шанс и возможности встать на нормальные экономические рельсы, навести порядок. И только надо, чтобы от директора до рыбака все понимали задачу одинаково. Заводчане встретили такое предложение с интересом. Терять есть что и никому не хотелось бы остаться ни с чем. Мария Езенки, рыбачка с 10-летним стажем, готова работать сколько потребуется. Многодетной матери пришлось взять на себя роль добытчика после того, как муж ее заболел и уже не смог кормить семью. Тяжело женщине заниматься рыбалкой? Очень тяжело. Но вот эту рыбалку не можем оставить, так как у нас дети выросли на этом, ну в тундре. Уже поселок для нас уже как-то не то. Природа лучше. От силы две недели только рыба идет у нас. За это время нам надо выловить хотя бы тонны там пять или шесть. А потом после двух этих недель уже рыбы не бывает. Еще когда вода нормальная, ну поднимается вода, тогда рыба идет у нас. Но несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться добытчиком живого серебра, Мария Езенки верит, завод можно спасти. Главное, чтобы каждый из рыбаков приложил усилия и постарался выйти в передовики. Тогда и жалование будет радовать. Если все рыбаки будут настырно рыбачить, то старательно, то план будем только так выполнять и завод поднимется. Самое главное, наверное, самим надо стараться там завод поднять, чтобы зарплата у нас нормальная была. Потом что-то они могут, может делать, ну начнут, может делать, чтобы завод у нас поднялся, зарплата может повыситься. Чтобы прийти к таким перспективам, на заводе предстоит много работы. Нужно провести так называемую инвентаризацию, проверить состояние имущества. Все сотрудники пройдут аттестацию, чтобы показать наличие профессиональных знаний и навыков. Также на предприятии будут контролировать использование топлива, выполнение плана, ведут поощрение за ударный труд и санкции для тех, кто будет портить рабочее имущество и отлынивать от рыбалки. Если мы сами собственники, то мы отвечаем за предприятие. Больше ответственности будет, гораздо. Ну и будем более жестче подходить ко всем вопросам ответственности. По каждому ответственному должностному лицу, начиная от директора и кончая рыбаком. То есть от каждого будем требовать максимум. Если человек отдает всю, сказать, свою ценность, знаний, опыта, то действительно будет отдача от каждого работника. Мы это связываем с повышением эффективности работы, да, то есть повысится сама отдача. Те, кто работает с низкой эффективностью, возможно, не будут находиться в предприятии, и это будет определять предприятие. Затем предприятие становится собственником своего имущества, это тоже немаловажно, когда он себя ощущает. И возможность привлечения инвестиций. То есть могут появиться инвесторы, которые вложат деньги, которые будут иметь свою долю в предприятии. И это тоже даст пути его развития. Впрочем, сами заводчане не сидят сложа руки. Они всеми силами стараются вытащить свое предприятие из финансовой ямы. Так, например, в 2018-м работники впервые провели зимой полноценную подледную рыбалку. Поймали мы больше 100 тонн. Если брать прошлый год и период начала 2019-го года. То есть смысл есть, конечно. Зимние рыбалки и план, который они сейчас будут им назначены на 2019-й год, вся зимняя рыба, которая с января месяца 2019-го года, она пойдет им в план уже. То есть это как бы для них поддержка будет. Летом в пути, но выйдут работать уже не 4 плаш-коута судна для перевозки и хранения рыбы, а 6. Два старых 30-летних в этом году отремонтировали за счет средств районного бюджета. Теперь выловленное живое серебро доберется до Салихардского рыбокомбината для дальнейшей переработки свежим и в надлежащем виде. А значит, солимальские добытчики получат за него свои деньги. Напомню, сегодня солимальский рыбозавод в зимний период промышляет добычей щуки, язя, налима, платвы и ерша, а в летний-осенний сезон рыбаки ловят ряпушку, корюшку и щекура. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Салимал.